Вы смотрите отзыв об отеле Риксус премиум госсек. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Аранби, который был в нем в 2017 году. Английские каникулы. Продолжение. Найди цель, ресурсы найдутся. Махат Маганди. В августе, истоптав все ноги по Англии, получив массу положительных эмоций, решил, что все же нужно посетить Турцию. Истасковался по гостеприимной, родной даче. Почему английские каникулы? Как ни странно, но большая часть населения городка – иностранцы, в основном это англичане. Им очень нравится Геджик. Это, по их словам, маленькая теплая Англия. К данному отелю присматривался 4 года, еще на стадии открытия положил на него глаз. Вот нравился он мне, расположение – близко от аэропорта, местность, горы, бухта, европейский сервис, мягкий климат, теплое море, перелет. Аказар-Эйр. Традиционный перенес время вылета. Без этого Азур не может. 15 часов 30 минут, 18 часов 30 минут, 18 часов 20 минут. Перенесли на следующий день 2 часа 25 минут. Затем вернули назад вылет 21 час 55 минут. В итоге вылетели на 30 минут позднее – 22,25. Вот такая чехарда за сутки до вылета была у этой стабильная, по итогам сентября. Перелет в Даламан. Полет прошел в штатном режиме. Не считая того, что один из туалетов на протяжении всего полета не работал. Питание на борту. Так как перелет был ночной, не понял, что из себя представляет аэропорт Даламан. После прохождения паспортного контроля и получения багажа, отправились на трансфер. Как всегда, трансфернон Аникса запугивала тем, что нужно прийти навстречу, регистрация в полиции. В деревне перед проездом в тоннеле прочитала сказку «Загадывайте желание, оно обязательно сбудется, ну и тому подобное». Нас первыми завезли в отель, благо ехать до него всего 20 минут. В общем, в отеле был в 3 часа ночи. После заполнения формуляров, на баги отвезли в номер. Номер. Итак, по порядку. Номер Deluxe Suite. 45 метров. Расположен на первом этаже. С одной стороны есть плюсы и минусы. В номере имеется набор для приготовления чая, кофе, мини-бар. Тут Риксас пожадничал, алгоголя кроме пива в нем нет, также нет шоколадок, чипсов и орешков. Премиум же. Вместительный шкаф для вашей одежды. Ванная комната. Просторная, стандартный набор гигиенических средств, шампуни, гели, мыло и так далее. Отсутствовали ватные палочки, зубная паста и щетки. Фен, не просто фен, а Валера плюс. Длинный сетевой шнур. На следующий день в номер предоставили гладильную доску и утюг. Телевизор LCD 55 установлен с использованием кронштейна на колени, что дает возможность значительного выноса и поворота под большим углом для просмотра с любой точки комнаты. Уборка в номере. Я бы сказал чересчур навязчивая, может это у нас попалась такая работящая горничная, или есть установка сверху. А теперь о плюсах и минусах проживания на первом этаже. Плюс, это то, что имеешь просторную собственную террасу, где можно с утра попить кофе или вечерком бокал прохладительного напитка. Минус прежде всего касается тех, кто страдает инсектофобией. При заселении в номер нас ожидал, и видимо устал ждать, от этого и помер жук. Таракан, не знаю, а ведь номер был подготовлен к заезду гостей, откуда он взялся, непонятно. Пауки и жучки залезают в номер, это факт. Второй минус, дверь балконная, или как правильно ее назвать, не закрывалась изнутри. И данная проблема была не только у меня. Лид из номера. Ресепшн. Лобби. Строгий стиль, никаких тебе вычурных люстр и дорогих бра. Служба ресепшн небольшая, тут же рядом за соседним столом есть релэйшн. Внутри. Лобби-бар вроде бы есть, но все время, что я посещал это здание, он не работал. Сад, расположенный у ресепшн, отлично подходит для различных фотосессий. Рестораны. Главный ресторан. Туркуаз, работающий по системе шведского стола, с видом на Порт Марин Тюрк. Подача, сервировка и ассортимент. Все блюда готовятся непосредственно перед гостями. В ассортименте. Мясо, баранина, говядина, курица как гриль, так и тушеная в чугунных горшках. Гарниры, макаронные изделия, пюре, рис и т. Д. Рыба в различных вариантах, гриль в панировке, отварная. Судя по тому, что красная рыбка была всего один раз на завтрак, это деликатес. Ценителям японской кухни. Сладкий стол. Вкусные миниатюрные пирожные. Редко когда на витрину выставляли цельные торты. Фрукты. Выбор небольшой. Соки. О качестве сказать не могу, не пробовал. Вывод по главному ресторану. Завтраки очень скромные, яйца, омлет, глазунья, вареные и т.д. Булочки. Один вид каши сосиски. Ну в общем, как и во многих других отелях, не хватало именно красной рыбы. Обед и ужин в принципе все устраивало. Не были представлены в меню королевские креветки на гриле, крабы, раки, перепела. Это я к тому, чтобы не питали иллюзий. Сервисно отлично. Посадочных мест предостаточно, ни разу не было такого, чтобы нарезали круги с тарелками, в поисках свободного места. Официанты шуршат, успевают всех обслужить. Второй ресторан People's. Круглосуточный, работающий по системе A-Lacard. Из ресторана открываются прекрасные виды на бухту Геджика и Порт Маринтюр. Если вы все же решитесь отобедать, отужинать в данном ресторане, предупреждаю, порции блюд огромные, кто-то по незнанию заказывает несколько блюд, как говорится. Первое, второе, третье и компот. Тут после одной тарелки еле ноги унесешь. Первый ужин в ресторан, но откуда я мог знать. Поставили маленькую тарелочку, но думаю, как в нормальных городских ресторанах. Все по 150 грамм. Приносит ноль подчеркивания. Салат. Далее паста. Мясо на гриле. Как мне потом объяснила официантка, турки любят покушать, поэтому такие порции. Ну что ж, стал умнее, и в следующий раз заказывал только одно блюдо. Обед. Так как в отеле отсутствует кондитерская кофейня, их роль выполнял тот же ресторан Пиплс. Скудный ассортимент пирожных, ну что есть, то есть. Ставлю ресторану Пиплс отлично, за качество блюд, безупречный сервис. Рекомендую к посещению тем, кто любит поесть. В отеле имеются рестораны Эйла Кард за дополнительную плату. Первый гриль ресторан The Grill. Не работал. Но место гарное. Второй ресторан. Дайдала. Ресторан гейской кухни. О качестве и ассортименте блюд не скажу. Не посещал. Бары. Пулба. Вот где название соответствует содержанию. Бар в бассейне, вернее посадочные места. Ассортимент напитков скромный, но не безнадежный. Напитки подаются в пластиковой посуде. Главный бар, Новсба. Открывается для посетителей в вечернее время. Вот тут с напитками все в порядке. Ребята бармены, официанты большие молодцы. Вежливые и обходительные. Барклаб Привед для гостей Вот где я была задача. Все напитки спрятаны в шкафах. Барная стойка грязная, заляпана. Такое впечатление, что ее несколько дней не мыли. Неужели им не стыдно перед гостями, которые заплатили от 70 тонн. Р сутки за проживание в этом приватном отеле. Официанты работают без особого энтузиазма. Территория. На территории отеля расположено 21 вилла. С различным типом размещения. Ландшафт, сады. Ухоженная территория. Каждый день с утра садовники, как пчелы работали, ухаживали за своим детищем. Рядом с главным рестораном расположена мини-плантация, где в сезон выращивают овощи. Как говорится, все домашнее, все свое. Для самостоятельных туристов, путешествующих на автомобиле, в отеле имеется просторная автостоянка. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.